У нас вторая. Я отдельно беру у вас интервью, а потом еще на 5 часов назначено в школу. Кто-то придет, кто-то не придет. Ну говорите. И вот где мы остановимся, везде же то жилые дома, то жилой двор, то библиотека. И встанем на молитву, раз и молимся. И вот интересно, когда люди идут, они же на нас рот завернут, спотыкаются и падают. Как это падает? Завернет на нас глаза. Стоят, может, три мужика бородатых и крестятся, болятся. Падает, не спрятаться не надо. Да вы... Смешно от того, что... Да. Хохотать не разрешается. Хорошо. От того, что вот так в диковинку это становится. Нормально становится в диковинку. Так, во сколько у вас был обычно отбой и подъем? Отбой вот как было. Мы затемно уже ужинали. Во сколько? Темно уже было, когда мы уже ужинали. А по времени не сутрили? А потому что не совпадало в одно время. Потом по выздоров. Держались какой-то цифры. Да, да, где-то 9, 10, 11, вот так вот. А потом мы молились, потом братья ложились отдыхать, а я ехал. До воскресенья Бог считали. Да. Так, когда уехали, я хватился. Просфора и святой воды у вас было? Да, три бутылки святой воды и просфора. Так, никаких болящих у вас дорога не обнаружилось? Ни одной. А воду пили, где брали сырую? Везде с детства подряд брали. И не день заболели. Вот удивительное дело. Мы проехали, представь, от Владивостока до Лиссабона. Проехали Скандинавию в Прибалтику, пили только сырую воду, где там есть. И никакая инфекция не была. Набрали воды, а внизу какие-то осадки, ошмёртки. Мы пили эту воду, и ничего, нормально. Мы в одном месте взяли, а она коричневая вода, говорит. Мы так желтоватую брали. И Бог миловал, остались живы. Просто желудок освещался святой водой. Святую водичку я и дома каждое утро. Ночью собака охраняла вас. Да. Собака здорово помогла ей? Очень помогла. Очень. Спокойный сон. Во-первых, спокойный сон. Она что-то произошло, она гап, ты уже хоп, сразу на ногах уже знаешь. То есть сонных вас взять нельзя было? Нет. Во-вторых, с ней интересно собака. А то некоторые у меня говорили, что собака. Я говорю, без собаки ни шагу. Мы легли спокойно. Ни к палатке никто не подойдёт, нигде. Нет, уродан в этом плане, он чуть кто-то, раз и всё. Понятно. Значит, вы когда приняли крещение, внутренне решились уже ехать дальше. А вы приготовились к тому, что на вас нападки будут, когда вернётесь домой? А лишат причастия там и другое. Ни крещённая попа, ни крещённая архиерея буквально беснуется. Да я готов к тому же. Я долго готов. То есть вы понимаете, что по-другому нельзя, и Господь допускает это, чтобы мы окрепли в этом. Спрашивает, ну он отключил мне закон, а я могу причащаться в другом месте? Я говорю, нет. Что архиерей наложил, то и пятимью и несите. Выходите с оглашенными, как у отключённых, всё делайте как, и Господь покажет правду свою на вас. Не надо нигде в обход идти. А я не стараюсь, если даже когда-то... Сколько лет в алтаре служили-то, прислуживали? Ну, наверное, лет тринадцать с 2002 года. Лет тринадцать. Лет тринадцать. Но тех-то теперь встретите, они могут уже знать, может быть, что вы крещение приняли. Конечно, да. И вы знаете, как они будут относиться? Сейчас не знаю. Ну, предположительно-то знаете, что одобрять не будут. Вот, да. Ну, а остальное это вот. Раз ударят или два раза, тут уж не так важно будет. Приготовьтесь к искушению. Да, в принципе, готов сразу к этому был. Я же понимал. Понимал до того, как собирался, когда с братом Сергеем ещё переписывались в моём мире, когда вот эти нападки уже начались. А я ещё дома живу. Я понимал, что это так, и так и будет. Я о крещении пока тут переспрошу. А вы были у Сергея Хозлова. Это что у него там с крещением? Он говорил, летом там все крестятся. Он сейчас сильно болеет. Да он все болеет. Что тут спрашивает? Лёжа лежит. Это вообразить нельзя. Но крещение-то предполагается или нет? Ну, уповает на Господа, как Господь сподобит так. Помоги ему. Желание-то у него, да, молимся за него. Помоги ему, Господи. А он удивился, что вы приехали. Ну, вот, то все у меня разговаривали, разговаривали. А тут, заходим, я захожу, я поцеловал, а он не видит, что это мы зашли ещё. И братья с той стороны кровати заходят, он так, ну, он рад был. А про машину он ещё не сказал? Нет. Про машину нет, не говорю ничего. Нет. Значит, я пока, вторая у меня, второй вопрос, это о крещении. Вы теперь другим-то будете говорить об этом, что такое крещение, тем более, это выставлено, показать, где будете, когда говорить-то? Я всегда об этом говорю. К истинному крещению призывать, чтобы этот обман был? Я говорю про это уже, мы с вами лет шесть знакомы, вот, шесть лет, наверное, я и говорю об этом уже. Я говорю, я себя называл, даже говоря про это, всегда мочонок. А сейчас я, я теперь знаю, что я в церковь пошёл правильно. Теперь я сегодня уже, я даже подойду к частью, я понимаю, что, как апостол говорил, что был у Карфня, видел, что многие недостойно причащаются, затем болеют и умирают. А теперь у меня этого страха-то нет, а был? Время нужно, чтобы семя дало росток. А теперь-то, теперь давай. А говорить об этом, всё время об этом говорил. Вот когда священник... Ты только книги ваши читать начал, сразу говорить начал. В священник, когда начинает тебя душитель или архиерей, вы главный вопрос скажите, владыка там или отец там духовный, батюшка, не крещённый... У меня духовный отец вот. В рай Божий не войдёт, а? Духовный отец вот сидит. Ну, как-то скажите, скажите, время уходит, примите крещение истинное. А то, что вы нападаете, это, скажи, меня никак не трогает. Видите, заходили в церкви, и мы были поражены, какие батюшки есть ревностные. Заходим, красивый храм, алтарь, всё. А левая сторона парты, компьютер, библиотека, книги ваши. И вот столов стоят, ну, есть фотографии, посмотрите, 3 на 4. Всё красиво сделано, оформлено. И после литургии, занятия, вот тут сразу рядом. И так всё. И тут же можно креститься у них с полным погрешением в крещение. Смотри, какие. А в Санкт-Петербурге? А давно это? Нет, недавно. В Санкт-Петербурге-то были? Нет, мы не поехали туда. А почему? А у нас же маршрут, вы сказали, с Мурманска на Смоленск. Ну, Смоленск, это, я сказал, одна из областей. А что не заехать-то в Санкт-Петербург, я не думал. Я думал, там же большие библиотеки. Ну, вы бы наказали, мы поехали бы. Я и говорил. Ну, да. Ну, придётся теперь списывать и посылать, может быть. А вот последняя женщина, которая в Омске, мы приехали, она так была расположена, ей надо было 20 экземпляров, но не было. И мы говорим, вот, визитки там, всё-всё, мы несколько экземпляров оставили. Но у них есть адресы, они могут быть на вас выйдут. В Омске? С Омска, это... В Омске? Омск. Ом, О. Омск. Это основная библиотека, которая распределяет по всей области, по Омске. Вот она, ей надо было 20 комплектов. Понятно. Ну, теперь только молитесь, чтобы ничего не пропало. А мы, знаете как, вот брат Сергей Пупков, он ревность в этом плане. Мы приходили, мы знали, вот мы-то знали, каждая бумажка, которая подписана, мы знали, что эти книги будут стоять на полке в библиотеке. Потому что, и даже священники, они говорили, что эти книги будут стоять в библиотеке. И говорили в монастыре, что эти книги будут стоять в библиотеке. А дарили ещё книги для личного пользования. Священникам дарили, библиотекарям, которые вы нам давали. Но мы знали, что... А вот где говорили, а вдруг придет заведующая, ей книги не понравятся, мы можем раздать их. Мы тогда они оставляли. Мы забирали и уезжали. А где знали, что все, наверняка книги эти будут на полке, мы как в Ишим заехали, говорю, радостно. Раз, смотришь, на полке их стоят, Игнатий Лавкин книги. Книги стоят. Да, и видно, что они пользуются. И новый завет с трехтомничек стоит. Так, и это я узнал. Теперь вопрос третий, отрывай.